Блокада. У ленинградцев не было возможности покинуть оккупированный город. Массовый голод, холод и одно только желание – выжить. Сотни тысяч смертей, 872 дня осады и долгожданное освобождение. Ко дню воинской славы 27 января приурочена встреча жителей блокадного города с юными кадетами Копейска. Этот город стоял насмерть, стоял на зло врагу, невзирая на их директивы, невзирая на голод, холод, невзирая на ужасы, связанные с обстрелами, бомбежками. И 18 января 1943 года, 75 лет назад, блокадное кольцо было прорвано, но еще только 27 января 1944 года состоялось полное снятие блокады Ленинграда. Сейчас они ветераны, живущие под мирным небом. Но тогда, в годы Великой Отечественной войны, во время страшной блокады Ленинграда, это были маленькие дети, беззащитные и обессиленные, жизнь которых зависела от воли судьбы. Регине Яковлевне Бич было два с половиной года, когда ее семью включили в список на вывоз людей из осажденного города. Но часть дороги жизни, так называли единственную магистраль через Ладожское озеро, разбомбили. Еще на месяц они остались в Ленинграде. Этот целый месяц был самый трудный, потому что еды уже никакой не было, по карточкам почти ничего не давали. Мама работала на заботе, там их подкармливали для того, чтобы они могли работать. В обед им давали по две ложечки каши. Вот она ложечку для вида проглотит, ложечку в носовой платочек и домой подкармливает дочку. Детский плач и слезы взрослых. По дороге из блокадного города люди умирали сотнями. Практически без еды и воды. Около года семья Регины Яковлевны добиралась до Сибири. Вся дорога почти, это сплошные слезы, голод. Помню крепкие мамины объятия, чуть ли не до удушки, потому что до того ей было тяжело. Одну я с ней, больной отец, больная мать и двое детей брата. И вот все вокруг нее. И всех надо было как-то вот накормить, напоить и довести хотя бы до какого-то места. Вспоминать те ужасные времена Регине Яковлевне сложно. Еще совсем маленькой девочкой ей пришлось пережить страшнейшие события, которые запали в сердце. Она не помнит лиц и мест, но учетливо помнит человеческую доброту и милосердие. Мне запомнился один эпизод. Вот нашим бы детям сейчас вот об этом бы знать. Достают из русской печки чугунок, картошки мелкие наваренные. Дети сидят за столом, человек пять, наверное. Вот она всем под две картошинки разложила. Смотрит, чугунок-то уже пустой. И достает последние две картошины из этого чугунка. И вот думают, те на нее смотрят голодными глазами. Кому мама даст добавки? А мама-то еще в рот не брала ничего. Мама смотрит на эти горошины, на эти картошины. И огромные две слезинки текут по ее лицу. Вот вы знаете, я маленькая, я их вижу. Я не помню лица. Я помню только вот эти вот слезинки, котящиеся по лицу. И она одну картошину отдает мне. А вторую бабушка совсем без тела была уже, умирала. Вторую картошину протягивает ей. Сама остается голодная. Во время блокады Ленинграда в Копейске эвакуировали около 200 детей защитников северной столицы. Наш город стал для них вторым домом. И они остались здесь жить. Сейчас количество ветеранов становится все меньше. Но тех, кто еще жив, принимали на встречи в музее с большим почетом. Сегодня, конечно, мы отдаем дань уважения всем защитникам Ленинграда. Ленинград – это как раз тот пример огромного чувства патриотизма, когда наряду с военными все объединились, чтобы выстоять вот эти два с половиной года. Вечная память и дань уважения ныне живущим. Мы ожидали на встречу 11 человек. Пришло 7. То есть вот было 200. Получается такая, к сожалению, неумолимая статистика ветеранов становится меньше. Истории детей блокадного Ленинграда – это невыдуманные сюжеты из жизни. Как было страшно тогда и как спокойно теперь. Такие встречи проводятся ежегодно, чтобы поблагодарить ветеранов за их героизм и воспитать у молодого поколения патриотические традиции.